Всем привет, я Химит Пич и давно вы с вами не виделись, потому что просто так. Короче, я была 6 месяцев в другой стране из-за коронавируса, я застряла там и ждала, когда откроются границы. Наконец-то я дома и могу показать вам распаковку материалов, которые оказала еще на карантине, потому что я думала, что вернусь домой в положенное время, но в итоге не вернулась. Рокпи открылась с другой стороны, это была другая сторона, которая придется делать так, чтобы ничего не вывалилось. Удивительно, что когда я включила камеру, появилось солнышко, потому что, чтобы вы понимали, идет дождик несколько дней. Это посылка из красного карандаша. Поближе. По предыдущим комментариям у других распаковок я поняла, что вам интересны цены. Вот такая вот склейка, говорит на бумаге, если не ошибаюсь, это, наверное, сатин. 2 600. Это обычная палитра. Кстати, почему-то... Почему она зеленая? Алло! Ну, она рублей 100, наверное, стоит либо 50 вообще. Почему-то она из зеленого стекла. Надо повозмущаться. Это скетчбук для просто зарисовок. Он с такой плюс-минус, видите, она не белая абсолютно бумага, а желтоватая. 872 рубля со скидкой. Вот. У меня просто был старенький какой-то, очень похож на такую бумагу, но мне показалось, что фабриан, наверное, должен быть и лучше. Маленькие вещички мы проверим с вами позже. Наверное, там кисти, потому что я заказывала кисти. Короче, этот... Посылка у меня с бумагой. Так. Фабриан с бумагой — это единственный материал, который вы приходите сюда покупать самой, потому что... Ну, потому что фабриан и я не сотрудничаю. А, теперь все хорошо так запаковано. Ну, хотя, ладно, мне иногда присылают бумагу, листами, например. Вот. Некоторые склейки. Это уже большая версия такого же скетчбука. Я подумала, что хочу делать большие зарисовочки. Это было 6 месяцев назад, чтобы вы понимали. И купила себе вот такие эскизные скетчбуки, чтобы можно было разгуляться. И он стоит у нас, знаете, сколько? Этот стоит 524, а этот 800... 872. Это, получается, формат от 3, если не ошибаюсь, да. Формат от 3, 100 или 100. Короче, дофига бумаги. Надеюсь, я его изрисую быстро. На самом деле, не верю. Как-то у меня после приезда пропал запал вообще. Достаточно тонкая склейка. Это альбом Watercolor. Белый, 100% хлопок. Склейка от... Что это вообще за бренд? СМЛ, СМЛТ. И делаю эту бумагу у кого-то художника, решила тоже попробовать. Кисть, кисть, блок, альбом, склейка. Смил Теннис Watercolor по 1680 рублей. Это старые цены, поэтому ехать за. Эту бумагу я уже пробовала от фибриана номер 5. У меня есть на ней очень хорошие работы, которые реально вышли прям классными. Я считаю их топовыми. Не буду, скорее всего, показывать, потом когда-нибудь скажу. Мне эта бумага нравится, но мне очень нравится текстура у нее. Но как ведет мне акварель и вообще работать с ней мне прикольно. Ее я уже как раз таки не пробовала и давно хотела попробовать. У меня есть маленький формат. Очень маленький формат опять. Он не очень удобный. Это фибриана артистика, 100% хлопок. И она стоит на, знаете, сколько? Три? Четыре триста. Четыре триста стоит. Четыре триста аквалилисты. Дорого. Но я подумала, что мне этого хватит на долго. Тем более с такими запасами бумаги у меня бумага уходит очень медленно и постепенно. Я не замечаю, как у меня заканчивается бумага. Но чаще всего, кстати, я очень расходую Кэнсон, потому что я сейчас купила и большой рулон бумаги, чтобы вы понимали. Он огромный. И за одним, кстати, это не единственная покупка, которая пришла ко мне за время карантина, потому что я заказала заранее себе скетчбуки, которые, короче, я порекомендовала их. Их сразу раскупили в магазине, где я их покупала. Вот, и мне пришлось подождать, дорогие подписчики, чтобы заказать их. Короче, акварельные скетчбуки вот этого бренда мне очень понравились. Я не буду особо акцентировать на бренде. Вот. Я использую его для акварельных портретов и просто для акварелей. Короче, скорее всего, возможно, должен выйти обзор. Мне осталось его смонтировать. Я заказала несколько этих альбомов, чтобы вы понимали. Четыре, если не ошибаюсь. Три одинаковых. Три с одинаковой бумагой, такой же формат маленький. Это, типа, скорее всего, плюс-минус А4. Потом формат плюс-минус А3. Плюс-минус, потому что обычно акварельная бумага идет нестандартных размеров. Меня прикалывает, что у них шуршавые края. И бумага мне очень понравилась. Вот. Но я еще решила попробовать сатиновую, то есть гладкую бумагу от этого же бренда. Вот. Он просто такой же. Гладкий. Но тут, кстати, очень ровные края. То есть прям уже... Мне очень понравились эти края. И... О, тут два пакетика. Я заказывала кисти, потому что у них были классные кисти, которые мне постоянно не получается купить, потому что их постоянно раскупают. Так, это вот для более больших работ и для того, чтобы смачивать бумагу, было более удобно. Вот такие классные кисти от Spinex Paisido. Да, Spinex Paisido. 82... 820 коза. А, 30 и 50 размеры. Очень мягкие. Да, наконец-то, клячка. Моя любимая клячка. Это вот такая. Сейчас просто не видно. Fiber Castle. Покупаю обычно серый цвет. Они у меня быстро теряются. Ладно, я хотела сказать, они испачкаются и расходуются, но они просто теряются у меня. Вот. Просто обычные ластики. Милан. Они такие крошащиеся. И кисти. Кисти, которые краски я давно ждала, потому что... Потому что я очень не хотела. Так. Ну, тут, кстати, скорее всего, половина это новые, которые я хотела просто попробовать. И те, которые я хотела, по итогу их опять не было в наличии, потому что я помню, что мне звонили, говорили, что... Извините. Их все разкупили. Это, если не ошибаюсь, французское крепление. Вот. Думала, кстати, будет вот эта кисть немного острее, потому что какой-то у нее тупой кончик. Если видно. Вот. Я надеюсь, они будут классные. Я не уверена, что это вообще, потому что... Я уже не помню. Короче, белка-микс у меня здесь. Обычно просто я синтетические кисти использую. Если хотите посмотреть вообще мои материалы, то можете глянуть предыдущие видео. Там про мои старые, новые материалы. Так, это вот синтетика у нас от Pinnex. У меня вроде есть парочка таких кистей. Вот. У меня купилась и более маленькие размеры, потому что большой. Я не очень работаю. Вот именно в таком формате. У меня там есть особенно. Вот. Так, это просто какая-то интересная кисть. Я не знаю. Это написано... Акварелус? Кстати, не написано, что это. Написано просто, что Франция. Короче, очень странная какая-то кисть. Я не знаю, для чего буду использовать. Скорее всего, просто для каких-то размашистых мазочков. Потому что не уверена, что она... Она очень мягкая, чтобы вы понимали. Как кисть для нанесения макияжа. Потом решила все-таки попробовать вот такую кисть сабля. Белочка имитация. То есть не натуральный ворс. Это у нас какой-то странный бренд. А, нет, не странный бренд. С другой стороны там было. Короче, Малевич Фрида Синтетика Би. Не знаю, мягкая она, не мягкая. Решила на этот раз в этом году позаморачиваться насчет кистей. Потому что каждый раз, когда в магазине смотрю, я не понимаю, это мягкая синтетика, твердая синтетика. Потому что нигде не написано. Но я думаю, пока просто нет особого значения какого-то зафиксированного у брендов, чтобы на них опираться. Вот. Ну, какая-то немножко распушенная она. Не знаю, видно было. Очень суперовная что-то помялась. Так. Ну, это все, получается. Шесть месяцев. И не так уж и много. Но все сравнят с предыдущими посылками. Я же про это говорю. Как-то странно в камеру вязала, нет? Короче, всем пока. Можете посмотреть, где я шуршу. Я у нас все взял. Так, это нужно оставить. Ну, думаю, хватит. Обзором на материалы. Ну что. Спасибо, что были со мной на распаковке. Это все. Всем пока. Пиу.